доброе утро добро пожаловать в новый влог у меня тут завтрак в процессе хотя дети будут есть еще и тосты блин я шпарадью оготовала приветики еще раз вам не кажется я дома в очках и в шляпе потому что я выгребаю с детьми на пляже если я это сниму и куда-то положу то велика вероятность того что я выйду без всего этого сегодня моя очередь сидеть с детьми вчера игнат был у друга а сегодня друг ночевал у нас я захара игната и лена беру с собой на озеро я он уже собрала свою сумку все их игрушки спаковали в машину и выезжаем мне нужно сейчас прятаться от солнца я такого наделала если я не забуду рассказать то поделюсь с вами но любом случае защита от солнца это всегда актуально так что шляпа очки spf 50 я сама покупала этот фильтр для лица по рекомендациям блогеров и я так довольны девочки это просто лучшее открытие этого лета мало того что spf 50 хорошая защита так он еще и легкий не убеливает лицо увлажняет с пробиотиками и вообще не ощущается я сегодня его нанесла вместо крема я использовала больше половины как видите уже потихоньку заканчивается кто-то мне написал кто знает корейский что правильно читать beauty of чосон у меня корейский не знаю поэтому будем верить вам если есть какие-то варианты то делитесь будем переучиваться но от души рекомендую тоже куплю снова а вот эту вещь я купила по совету моей мамы это ее любимые летний тон с spf только я вот не помню есть две версии у нее spf 30 или spf 50 возможно spf 30 в общем у меня такой это holy land он легче чем пупа чуть менее увлажняющий но его незаметно на коже на моей маме он так красиво смотрелся он не заваливается морщинки неплохо держится но это легкое покрытие ну и плюс spf это всегда плюс 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 ну в общем мы поняли мама тоже потихоньку разбирается в косметике и она часто берет что-то по моим советам а это и рекомендовала косметологи тоже хорошая вещь почему бы не взять какой-то аромат для настроения на пляж конечно не совсем актуально но там будет немного людей и мне хочется как-то взбодриться это мой огуречный джо малон что-то его не особо ощущаю в течение дня ничего вот так знаете порадовать себя почему бы и да меня на пляже можно узнать по полотенце или буржуа или мак сразу видно бьюти блогера типичная ситуация для кракова два часа выгребаться на пляж собираться потом приезжаешь и как бы буря но я надеюсь хотя бы несколько часов мы здесь побудем это очень простенький пляж насти все равно можно арендовать что-то для плавания есть небольшие развлечения вот там дальше горка на которой можно поскакать но я сомневаюсь что мы сегодня будем купаться прямо мелкий дождик распугал всех людей а мы остались и теперь весь пляж только для нас дети купаются и играются и чудесно хотите прикол я вчера помыла машину съездила с детьми на пляж тарам вы себе не представляете до какого стресса меня доводят всякие технические моменты но зато я поменяла резину выбрала ее все сделала и вчера подружка показала мне как подкачивать колеса и сейчас мне нужно проверить все ли с ними в порядке потому что меня задолбала мигающая лампочка слушайте вот это самый вкусный бургер для меня в кракове проезжала рядом и думаю пойду куплю мне нравится испан он такой немножко остренький блондинка за рулем спасите помогите но вроде как не светится лампочка все равно не ровно больше чем я накачала наверное из-за погоды у нас сегодня 26 половиной градусов я люблю когда жара но не там не 35 плюс в меру и солнечно не парка прям вообще супер и и я такая голодная обычно в такую погоду мне совсем есть не хочется последние несколько месяцев я ем от силы два раза в день потому что не ощущаю голода или улесена чем-то другим а тут прям ощущается что мне срочно нужно что-то съесть и что-то конкретное потому что вчера был день на легке а испугалась что у меня нет я подумала что у меня треснуто стекло только не это только не сейчас пожалуйста вот и я еще сходила утром потренировалась у меня была конкретная такая тренировка я чувствую что мне нужно подкрепиться что что свой бургер и прям аж давлюсь слюной но у меня нет каких-то ограничений знаете в еде что у тебя там чего-то конкретного я не ем или не ем после шести все по желанию если не хочется тортик то я могу съесть и тортик на следующий день чуть больше себя то чтобы ограничу ну знаете если каждый день себя чем-то поощрять и искать поводы чтобы съесть что-то вкусненькое то это может плохо закончится но я вижу по вещам что плюс-минус там я держу один вес может быть в этом году я чуть худее чем раньше и я между прочим не взвешиваюсь уже достаточно давно я ориентируюсь по одежде я отношусь к тем людям которые сильно заморачиваются и начинают как-то себя накручивать когда там поправилась на 100 грамм ну грубо говоря да и вот это психологический момент это наверное стоило бы проработать но мне так комфортнее я смотрю по одежде если джинсы которые не растягиваются там и я в них не влезаю то как бы оля пора вешать замок на холодильник мне давно такого не было но я просто к тому что вы иногда спрашиваете типа какие у тебя там параметры я специально не измеряюсь не так спокойнее я смотрю по одежде и я сама знаю на чем мне нужно работать над качеством тела над мышцами и так далее калории я тоже не считаю это между прочим маленький бургер я целые съесть не могу это слишком много ты уже выглянилась отлично уже не жарко пойдем с тобой елки и уменьши палки нет преодолели такую гору меня задышка рядом с нашим домом даже не просто леса национальный парк и здесь нельзя убираться то есть расчищают только дорожку так чтобы можно было пройти и проехать здесь ездят велосипедисты но все остальное оставляют для того чтобы не нарушать экосистему видите прямо оставляют дерево с корнями но так будет лежать пока не сгниет люди уже протоптали тропинку сбоку очень красиво такая скалистая местность между прочим и единственный момент это кабаны которых я побаиваюсь несколько раз встречала не знаю где ты думаешь косулю окей вот такие кабаны это проблема но когда очень жарко то не особо есть выход приходим с юки сюда гулять также периодически с юкаси встречаем здесь косуль всякие там кролики тоже есть и птицы и иногда слышно лису и иногда слышно лису красота ну у нас дикие кабаны между прочим и в городе тоже шалят и к дому подходят что приходится с ними как-то уживаться мне очень нравится сюда приходить в любое время куда и 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 дачные участки здесь у многих так ухоженная территория несмотря на то что в основном здесь никто не живет вот тут женщина работает каждые выходные у нее так много разных цветов вот там уже дальше пошли дома вот новый куда построили раньше я совсем не любила копаться в саду и уж тем более в огороде вообще все что связано с землей это не совсем моя стихия мне кажется это связано с подростковым периодом а сейчас вот для меня это буквально как заземление потому что я отвлекаюсь успокаиваюсь и вообще природа это то что способно развеет даже самые плохие мысли и какие-то новости которые бесконечно крутятся в голове вот и я помню когда я была подростком мои родители купили участок достаточно большой это был участок пожилой женщины там был такой старенький домик они его снесли начали стройку и увлеклись огородом конечно же периодически и меня туда привлекали когда был большой объем работы например там посадка картошки или прополка вот это вот все и представьте себе я мечтаю о том что я пойду на дискотеку в субботу и в пятницу мы едем на огород ты копаешься в этой земле у тебя ногти черные потом ты с такой злостью это все очищаешь ты очень сильно устала и потом все равно летишь на эту дискотеку болит спина но тем не менее я это все вообще не переносила на дух родители там расслаблялись сейчас я думаю что неплохо было бы иметь там несколько акустиков своей клубники не потому что это все нельзя купить конечно же можно но это действительно интересно как говорил мой папа ты там ведешь свой бизнес у тебя куча проблем тебе постоянно ставят палки в колеса столько неприятностей столько нервов и стресса и отчасти я думаю что это его тоже погубило это очень негативно сказалось на его здоровье и когда он возвращался с работы он сразу переодевался в свою рабочую одежду и шел на огород у него было столько фруктовые деревья которые он порой даже ждал по несколько лет они какие-то там сортовые это все конечно же осталось это память после папы но он разводила какие-то там сорта помидоров он этим очень сильно увлекся настолько что он сам высаживал рассаду и всегда говорил что я отправляюсь в свой сад или в свой огород здесь все гораздо проще я посадил я ухаживаю за этим потом ты видишь как это цветет плодоносит это так просто это так интересно это приятно и ты потом видишь результат своей работы не так как бизнесе стараешься пытаешься получается не так как запланировал при этом ты потратил столько нервов что уже и никакого удовольствия да это приносит деньги но ему всегда больше нравилось вот это садомничество и все остальное ну как не всегда а с определенного возраста может у меня тоже уже наступает старость что мне сейчас по кайфу просто убраться немножко у нас конечно небольшой сад и нет никаких фруктовых деревьев там даже нет ягод но от малинку я бы посадила и вижу что и детям это нравится посмотрим возможно в следующем году или короче этим нужно интересоваться все узнавать потому что это не так просто как говорил мой папа он читал бесконечное количество газет он переписывался с какими-то садовниками в общем него это было большое хобби и он оставил после себя большую память сейчас мама всем этим занимается и для одного человека это слишком много потому что когда ты вдвоем ведешь скажем так хозяйство да это совершенно другая история но если это все остается для одного человека это очень очень сложно и без помощи конечно же не обойтись мы живем далеко друг от друга и поэтому к сожалению только иногда могу насладиться тем что оставил мой папа после себя и тем чем сейчас занимается мама по поводу детей я почитала что вы мне писали под предыдущим влогом и это как мои воспоминания из детства когда ты утром выходишь мама зовет зовет тебя на обед потом не может загнать ко сну у меня тоже так было и очень хотела чтобы у моих детей было такое же детство но мы живем в небольшом таком частном комплексе и все дети куда-то там постоянно разъезжаются у них куча каких-то дополнительных занятий кто-то бабушкам кто-то поехал с родителями в отпуск и кто-то в лагере но в общем у нас как-то не знаю дети не особо гуляют здесь рядом с домами маленькие детей или там знаете детей одного возраста у нас не так много плюс то что я замечаю вот например там где живет мама томика это не частный сектор это такие небольшие высотки и там именно так это выглядит и блин это так классно и я также замечаю вот по родителям с которыми общаюсь что здесь люди тоже побаиваются так оставлять детей без присмотра там восьмилетнем даже десятилетнем возрасте но 10 лет может еще отпускают но обязательно с телефоном или хотя бы с часами чтобы ребенок мог позвонить конечно здесь где-то рядом с домом я за ними присматриваю но так что вы просто пустить их постоянно есть от машины тоже как-то не знаю может на другое поколение и больше страхов больше знаешь больше об этом говорят больше переживаешь ну вот именно в том районе где мы живем это вот так я знаю что есть шараговца это как бы такие дома близнецы там все приблизительно одного возраста кто покупает такую недвижимость и там обгороженная территория и вот дети в таких комплексах как-то больше интегрируется их там в принципе большими веселее и это очень классно у нас немножечко по-другому плюс я вот допустим большую часть провожу большую часть я провожу дома и я вообще никого из соседей не вижу то есть никого нет везде пусто там где-то кто-то появится но в основном даже можно загорать хоть топлис потому что меня здесь особо никто не увидит тишина спокойствие мы живем с одной стороны недалеко центра краково потому что как бы дорога такая что ты доезжаешь быстро по прямой но с другой это все таки частный сектор и здесь больше ходят друг другу в гости у нас здесь рядом живут одноклассники и как-то все из этого района более-менее там плюс минус до живут рядышком если никто еще не разъехался не поехал в лагерь кому родители там не организовали платные занятия то конечно же мы общаемся встречаемся но в основном под присмотром одного из родителей иногда вот был такой день когда несколько мам приходила по очереди на кофе дети там погуляли и разошлись что касается платных каких-то занятий конечно же они есть их очень много но это опять же в основном все за деньги особенно если это за целый день и за неделю это порядка тысячи наверно злотых за ребенка с питанием и но посчитайте двое детей и целый месяц вот так два месяца плюс хочется с ними вместе провести время ну я не жалуюсь нормально просто нужно постоянно что-то выдумывать и не знаю что со мной не так в последнее время но я частенько не включаю камеру когда там не знаю куда-то еду с детьми или же когда встречаюсь с подружками наверное мне просто хочется чуть-чуть пожить не онлайн ничего не снимать в инстаграм и на youtube вы мне простите я это я в этом уверена это точно потому что каждому нужно немножечко приватности и таким образом я тоже отдыхаю это не значит что мне не хочется делиться что этом пытаюсь как-то закрыться но это тоже необходимо потому что за это время я набираюсь вдохновением от мест от других людей с которыми я общаюсь какой-то энергии что ли иногда даже идеями и потом мне больше хочется снимать чего-то тематического у меня такое бывает иногда приехал мой супер маленький заказ зайхерб но к сожалению не дешевый потому что я взяла себе большую упаковку магния причем вот такая форма мне подходит больше всего мне ее насначал нутрициолог и магния на самом деле очень многим не хватает единственное что раньше у меня был магний в дозировке 400 и прием был более удобным потому что там было две капсулы а тут нужно принимать четыре в течение дня по 2 за раз у меня нет проблем чтобы проглотить вот такие капсулы и вот я вижу когда я принимаю магний это нет это хорошо сказывается на нервной системе на мышцах особенно если где-то там дергается нерв например даже спустя несколько дней становится легче для костей и много чего нужно поискать какой-то детский проконсультироваться какую дозировку и какую форму брать им для нервной системы еще вот такая вещь это я не сама себе придумала кстати ашваганда тоже рабочая тема но я допью свою ашваганду отдельно и потом только возьму это хороший состав сколько надо принимать в день 1 2 капсулы два раза в день ну короче сейчас не просто знаете таблеточница нужно вот чтобы ни о чем не забывать мои обожаемые прованские травы я их покупаю постоянно и это не то что у нас в магазинах проверено сто раз для салатов для много чего очень классные и кстати я проверила вот сколько такую баночку помещаются обычных пакетиков из магазина по цене получается даже более выгодно эти они очень качественные и удобно это все хранить конечно же мой обожаемый я скучала от опалм даже на зиму если не сейчас очень хороший крем на лимлярной основе вам рассказывала у меня была миниатюра вот этой сыворотки от близ и близ не знаю как правильно короче даже вместо крема можно использовать она так хорошо напитывает кожу при этом не тяжелая нет ка странная консистенция вот такая цвет у нее конечно но когда распределяешь на лице это не видно она легенькая быстро впитывается мне она очень подошла и особенно на ночь если есть раздражение шелушение вы в нее влюбитесь если переборщили с кислотами с ретинолом что-то непонятное капризная кожа и даже вместо ночного крема питательная подтягивающая но мне больше всего нравится успокаивающий эффект это восстановление на утро кожа шик можете взять миниатюру тоже чтобы понять ваши не ваши сыворотка под глаза бьюти в час он не знаю возможно оставлю ее для холодного времени года она с женщин им и ретиналом такая маленькая молекула которая быстро превращается в ретиноевую кислоту и должна хорошо работать здесь аж два процента именно такой формы ретинала и будем пробовать пока что ничего не могу сказать даже не открывала ну и чуть-чуть буквально немножко почет прыщей от сомбайми это одни из моих самых любимых они эффективные на мне они работают и я просто хотела чтобы у меня было запас ну и по весу многое уже не проходило меня тоже пугает такое количество банок но я видела и побольше что у меня здесь это комплекс витаминов на каждый день по две штучки вообще очень хорошие отзывы даже в польше на этот бренд их очень быстро раскупают но мне и выгоднее проще заказывать на айхерб там больше выбор фолиевая кислота витамин b12 все бешки для поддержки нервной системы это не мы такие а жизнь такая как говорится ашваганда успокоения ну не знаю у нас и в каплях тоже есть и как-то так достаточно много они сейчас говорят я делаю все что по моих силах это что советуют специалисты цинк 30 миллиграмм у меня ну и магний вот может быть знаете это где-то в подсознании что ты что-то для себя делаешь тебе должно быть лучше но мне реально лучше не не только за счет витаминов тем не менее вот как бы так очень люблю покупать свежие сезонные овощи и фрукты в этой овощной лавке она находится в таком районе который недалеко от нас и здесь между прочим очень дорогие участки цены здесь нормальные и все очень вкусно и здесь большой выбор цветов сейчас возьму что-то там и у нас как раз завяли пионы здесь вот есть зелень всякая в горшочках но она как-то быстро у меня вянет я вот хотела бы дома типа такой стояк сделать в тени чтобы все это потом росло и можно было открыть окно из кухни просто нарвать чего-то но не доходят руки уже второй год блин кукурузка вижу и я приехала за черешней за арбузом так хочется и цветочки сезонные тоже есть горшка ягоды сейчас возьму всякого разного на компот и столько овощей вот все чтобы вы не придумали здесь присутствует и грибы я в общем восторге я своей стихии летний шопинг самые любимые купила несколько букетиков вот таких больших ромашек и сказали что они должны неплохо стоять у меня есть малина но она уже такая подмялась я хочу сделать из нее компот на компоте взяла еще вишни красную смородину или как она паричка всю жизнь в украине у нас это называли так и гнат любит даже просто клевать черешня у них она такая вкуснячая я не могу четвертинку арбуза несколько качанчиков кукурузы здорово что она почищенная я не люблю этот процесс и я помню когда у бабушки еще росла такая знаете не сильно сладкая но мы ее все равно ели а это всегда такая сочная и супер сладкая огурцы не пластиковые ура ура но они давно есть все равно не могу нарадоваться больше всего люблю вот такие с пупырками есть еще другие и они как будто с кислинкой странное конечно впечатление но это замечаю не только я это базовые овощи и знаете что сложно купить в польше кабачки я нашла желтую цукини и возможно она будет ближе по вкусу к кабачкам нежели зеленая и планирую сделать кабачковую икру но без кабачков из цукини это хочу сделать в кляре или может запеку по рецепту моей мамы немножечко отвариваешь цветную капусту потом заливаешь взбитыми яйцами там с солью с перцем надо уточнить туда добавляется молоко или нет в общем потом выкладываются помидоры кольцами посыпается сыром уже в конце когда все запечется это очень вкусно и просто и помидорчики уже польские сказали не тепличные но я как-то сомневаюсь если честно немножечко купила всего на завтра у нас суббота завтра все домашние яйца и с малиной хотела бы сделать малым панкейки сейчас нужно поставить цветы в воду и буду готовиться может немножко помонтирую и буду готовиться к вечеру потому что мы идем гулять с друзьями на какой-то концерт живой такие дела летние словами вам не передать как я люблю сезонные цветы вот прям не идеальные розы которые сильно похожи друг на друга или вообще идентичная вот чтобы такие как будто настоящие как будто с грядки у бабушки у меня уже к сожалению нет ни одной бабушки остались только воспоминания и здесь очень редко можно встретить бабушек которые там знаете где-то на тротуаре продают цветочки овощи может где-то ближе к центру что ли но в нашем районе таких бабушек нет нет мне их так жалко мне всегда хочется у них что-то купить даже если не надо буду наслаждаться своим букетиком не особо то и пахнет но просто какой-то зеленью надеюсь что они чуть-чуть расправятся потому что были стиснуты в три букета сейчас расправятся ну и теперь дома тоже лето а моя дорожка капут потому что дети вылили на нее кетчуп и я теперь пытаюсь привести ее в чувство на этом я буду заканчивать свой влог я надеюсь вы сегодня со мной немножечко расслабились он такой легкий ненавязчивый ничего особенного просто самая обычная жизнь спасибо за просмотр не забывайте поставить пальчик вверх и мы с вами увидимся уже совсем скоро мишка мишка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok